Решение по итогам совещания о кадровом обеспечении модернизации оборонно-промышленного комплекса, ВПК Совещание у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Дмитрий Медведев провел совещание 10 марта 2015 года в Королеве По итогам приняты, в частности, следующее решение Резолюция 10 марта 2015 года номер ДМП 720 ПР Принять к сведению доклады Минпромторга России Д.В.Монтурова, Миноборнауки России Д.В.Ливанова И выступление участников совещания по данному вопросу Миноборнауки России Д.В.Ливанову Обеспечить совместно с Минпромторгом России Минэконом развития России Минфином России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти И организациями принятия ведомственной целевой программы Предусматривающей повышение квалификации инженерно-технических кадров в 2015-2016 годах В рамках реализации государственной программы РФ развития образования на 2013-2020 годы О результатах доложить в правительство Российской Федерации Срок Сентябрь 2015 года Миноборнауки России Д.В.Ливанову Обеспечить совместно с Минпромторгом России Минэконом развития России Минфином России Другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти И организациями принятия ведомственной целевой программы Предусматривающей подготовку квалифицированных кадров для организации оборонно-промышленного комплекса Далее ОПК В период 2015-2020 годов В рамках реализации государственной программы Российской Федерации развития образования на 2013-2020 годы О результатах доложить в правительство Российской Федерации Срок Сентябрь 2015 года Минпромторгу России Д.В.Монтурову Представить совместно с Миноборнауки России Минстроем России Роскосмосом Госкорпорацией Росатом и Государственной корпорацией Ростех Предложения по созданию федерального центра мониторинга подготовки квалифицированных кадров для организации ОПК О результатах доложить в правительство Российской Федерации Срок Апрель 2015 года Минпромторгу России Д.В.Монтурову Предусмотреть при формировании совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти И организациями проекта государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса Необходимые мероприятия по кадровому обеспечению организации ОПК Включая возможность предоставления субсидий на создание и развитие системы повышения квалификации Переподготовки работников этих организаций по наиболее востребованным направлениям подготовки на условиях софинансирования организациями ОПК О результатах доложить в правительство Российской Федерации Срок Ноябрь 2015 года Коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации Д.А.Рогозину Провести совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями Комплексный анализ потребностей в жилье работников организации ОПК А также наличие земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности Или государственная собственность на которой не разграничена Или в собственности организации ОПК Которые могут быть предоставлены, или используются, в установленном порядке для строительства жилья для граждан данной категории По результатам этой работы подготовить комплексный план обеспечения жильем работников организации ОПК Срок Ноябрь 2015 года Минструю России М.А.МЕНЮ Минпромторгу России Д.В.Монтурову И Минэкономразвития России А.В.УЛЮКАЕВУ Проработать совместно с фондом РЖС Открытым акционерным обществом агентства по ипотечному жилищному кредитованию И заинтересованными организациями В том числе кредитными организациями Вопросы поддержки работников организации ОПК При приобретении жилья экономического класса О результатах доложить в правительство Российской Федерации Срок 3.Квартал 2015 года Минструю России М.А.МЕНЮ И Минэкономразвития России А.В.УЛЮКАЕВУ Проработать совместно с органами исполнительной власти Субъектов Российской Федерации С участием фонда РЖС И открытого акционерного общества Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Вопрос строительства наемного жилья Для работников организации ОПК О результатах доложить в правительство Российской Федерации Срок Июнь 2015 года Рекомендовать руководителям субъектов Российской Федерации При осуществлении градостроительного планирования в регионах Координировать работу Проводимую совместно с Минстроем России Минэкономразвития России Минпромторгом России Роскосмосом Газкорпорацией Росатом И фондом РЖС В целях закрепления необходимых кадров В организациях ОПК И предусматривающую в том числе Предоставление жилья экономического класса Путем создания жилищно-строительных кооперативов С государственной поддержкой Проведение голландских аукционов В отношении земельных участков Передаваемых для строительства На них жилья для работников организации ОПК Подготовку предложения Вовлечения в оборот земельных участков Государственная собственность На которой не разграничена Для строительства на них жилья Для работников организации ОПК Минобороны России С.к.шайгу рассмотреть совместно с Минкомторгом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями возможность внесения изменений в нормативные правовые акты в области прохождения военной службы по призыву, включая федеральный закон от 28 марта 1998 года номер 53 в ЗАО воинской обязанности и военной службе, касающихся в том числе предоставления отсрочки от призыва выпускникам, трудоустроенным в организации ОПК на условиях полного рабочего дня в соответствии с полученной специальностью, квалификацией, непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования, которые они окончили с отличием или с оценками успеваемости хорошо и отлично или в которых они обучались на основании договора о целевом приеме, целевом обучении, на время этой работы, но не свыше пяти лет, обеспечения прохождения военной службы по призыву выпускников образовательных организаций, не имеющих прав на освобождение или отсрочку от призыва и поступивших на работу в соответствии с полученной специальностью, квалификацией, в организации ОПК, деятельность которых связана с созданием, производством, образцов вооружения, военной и специальной техники, в воинских частях, которые эксплуатируют эти образцы вооружения, военной и специальной техники, создание промышленных рот, по аналогии с научными ротами, обеспечивающих эксплуатацию сложных образцов вооружения, военной и специальной техники в воинских частях, в частности, военно-морского флота, или ремонт таких образцов непосредственно в организациях ОПК, в частности, судостроительной отрасли, для прохождения в них военной службы по призыву работников этих организаций, о результатах доложить в правительство Российской Федерации Срок, ноябрь 2015 года Миноборнауки России, Д.В.Ливанову, и Минпромторгу России, Д.В.Монтурову, проработать совместно с Роскосмосом, другими федеральными органами исполнительной власти, Газкорпорации Росатом и заинтересованными организациями вопрос о возможности предоставления организациям, включенным в сводный реестр организации ОПК, независимо от присутствия в их уставном капитале долей Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования права заключения договора о целевом приеме с организацией, осуществляющей образовательную деятельность О результатах доложить в правительство Российской Федерации Срок – ноябрь 2015 года 18 марта 2015 года права на данный материал принадлежат правительству РФ Материал был размещен правообладателем в открытом доступе